Этот выпуск начнем с брейки-ньюс. В Великобритании впервые вылечили собаку от алкоголизма. Лабрадор Коко допивал спиртные напитки, оставленные хозяином на столе, когда тот засыпал или отрубался. Когда хозяин умер, собака попала в приют, и там у нее начались судороги. В какой-то момент ветеринары поняли, что у Коко абстинентный синдром. Его ввели в медикаментозную кому и через месяц собачку попустила. Важность этого события для лаптиканды трудно переоценить. Это дарит надежду алкоблогеру и атомному мопсу Дмитрию Медведеву и боевой баллон кемид Марии Захаровой. Ведь очевидно, что ни Лавров, ни старик Кабаев не собираются убирать после себя бухло и контролировать сохранность винных и водочных шкафов. Им пофиг на здоровье своих четверолапых питомцев. Доброго вечера. Мы из Украины. Выдавайтесь проект «Украина в огне». Меня зовут Рауль. На этом месте ставим лайки, робим перепосты. В конце сюжета коментуем та подписываемся на нашу новую сторинку на фейсбусе. Для меня, для нас, це важливо. А ще також важливо, что прямо сейчас все наши зрители, даже русскоговорящие, прекрасно поняли, о чем я веду речь. А теперь мы возвращаемся к лабрадору Коко. Я не ветеринар, но очевидно, что и мопс, и баллонка уже на грани судорог. На днях Мария предложила НАТО уйти на пенсию, потому что Альянс за последние 74 года ничего не добился. Но во второй фразе опровергла сама себя и обвинила НАТО в уничтожении Югославии, Ирака, Ливии и Афганистана. Забыла про Сирию. Также Мария признала Альянс виновным в лишении Финляндии нейтралитета. Теперь пенсионеры НАТО находятся в 148 километрах от культурной столицы империи Санкт-Ленинграда и создают угрозу местным болотам. У меня существует серьезное опасение, что Мария начала смешивать сливочный ликер Амарула с пивом Балтика. Состояние Медведева еще тревожнее. Глядя на то, что творят Зеленские и Компания в отношении Киево-Печерской Лавры, особенно остро понимаешь, какие же они взбесившиеся ублюдки, пишет Димон. А дальше начинает традиционно галлюцинировать откровениями Иоанна Богослова. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро Огненное, горящее серою. Я, конечно, дико извиняюсь, но в современной транскрипции все звучит чуть по-другому. И схвачен был Путин, и с ним лжепророк Дмитрий, рассказывающий про чудеса второй армии мира, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся их изображению. Оба живые брошены в Гаагу Огненную, горячую серой. В общем, диагноз понятен. Теперь осталось уговорить Дмитрия и Марию принять помощь от британских ветеринаров. Ведь это подлые англосаксы и вечно гадящая англичанка. Короче, шансов немного, боюсь, что болезнь будет прогрессировать. Разумеется, хроники одичалых на этом только начинаются. В Севастополе в результате ошибки пилота ядерная межконтинентальная баллистическая ракета класса Волга ГАЗ-24 ударила не по Вашингтону, а по пассажирскому автобусу. К счастью, в результате удара по центру принятия решений, это колесо автобуса, ничто кроме величия империи не пострадало. На место выехали физики-ядерщики из ГИБДД, а МЧС заявили, что радиационный фон Севастополя в норме. Чего не скажешь про общий психологический фон в Лаптиканде и национальный проект «Очумелые ручки». Три недели назад дочь Елены Дмитриевой родила сына. Папа военный, сегодня выполняет боевые задачи. На выписку из роддома молодой маме захотелось одеяльце соответствующей тематики, но ничего подобного ни в одном уголке страны не было. Поэтому появилась идея создать камуфляжный конверт для малыша самостоятельно. Признаюсь, что после этого даже Медведева и Захарова выглядят пациентами, которые уверенно идут на поправку. На меня смотрели, ну, как на неадекватного человека, то есть, ну, такое невозможно. И я поняла, да, возможно. Чтоб вы понимали, в каждом камуфляжном конверте есть карманчик, в котором хранится записочка «Папа, я с тобой». Странно, что нет игрушки граната с колечком. Я не знаю, видела ли эта молодая мама потери лаптиканды в Украине. Поэтому сообщаю, что на 410-й день войны потери в живой силе составили 178 150 человек. Вероятность папы вернуться домой в камуфляжном костюме настолько низкая, что было бы неплохо задуматься о производстве черных пластиковых конвертов на молнии. Папа, я с тобой, блять, убивать украинских женщин и детей. Серьезно. Каждый раз, когда уже кажется, что мы достигли дна Мариинской впадины, обязательно появляется какая-то русская бабища, которая выныривает из раскаленной земной магмы и стучит по обшивке нашего батискафа. Это феерично и невероятно, но это факт. Но родиться в лаптиканде это еще полбеды. Когда тебя будут хоронить, цирк продолжится. Потому что где родился, там и пригодился. А если умер Максим, то и цирк с ним. Как вы понимаете, Максим Фомин, он же Владлен Татарский, для Мавзолея статусом не вышел. Решили просто похоронить в Москве со всеми возможными почестями. На похоронах присутствовали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и репер, именно репер, Аким Апачев. Ну, также толпа зомби. Пригожин подарил Владлену кувалду и гарантировал выплаты как наемнику ЧВК. Я не шучу, кувалда была. Слуцкий пообещал, что в код Жириновского попадут и на намысли Владлена. А репер Апачев сообщил нации, что теперь понятно, за что Россия воюет в Украине. Ведь мы убили Владлена, но тем самым родили легенду. Странно, что на похоронах не было режиссера Бондарчука, который бы сообщил зомби, что приступил к съемкам фильма о Владлене с названием «Он легенда. Мебельный барон». А к Акиму Апачеву у меня отдельный вопрос. Я понимаю, что для русского репера время течет нелинейно. Но я, тем не менее, хотел бы указать на тот факт, что Татарский подорвался на собственном бюсте спустя 14 месяцев после начала СВО. И его гибель никак не могла стать причиной начала полномасштабного вторжения. И Аким об этом прекрасно знает. Потому что к Апачам этот шайтан имеет такое же отношение, как я к Ирокезам или Дакотам. Он Апачев, я Ирокезов. Это действительно смешно. Смешно, потому что фамилия Акимов – Гасанов, а не Апачев. И, конечно же, Акимов – это рядовой коллаборант из Мариуполя. Ничего нового. Он автор ватного хита «Лето и арбалетыща» Вагнера. Подъедут, где-то, где-то звон монеты, танцует их там нету. Отличная рифма, все прям зашибись. Короче, классика русского блатного хип-хопа. Как пишет BBC, завершилось прощание под переделанную песню чеченского барда Тимура Муцураева. Они ушли. Гроб землю опускали под звуки гимна и выстрела в воздух почетного караула. Так и хочется добавить почетного караула на верблюдах с кальянами. В целом все верно. Ведь самый главный праздник для Владлена была православная Пасха. Нагадаю, что партнер нашего проекта страхова компания «Экспресс Страхувание». Витповедальна страхова, яка платить, поки инчи сбираются. Ну а если вы уже приобрели полная каска у наших партнеров, то самое время задонатить на ЗСУ и получить приз в виде новенького Старлинка. На данный момент мы уже собрали 200 тысяч гривен. И я надеюсь, что к середине следующей недели мы удвоим эту сумму, приблизим нашу победу над одичалами. О подробностях сбора читайте в описании к видео, а я продолжаю сегодняшний выпуск. Вы прекрасно знаете, что Лаптиканда это уникальная страна, которую окружают враги, а внутри действуют национал-предатели, либералы, прозападники и феминистки. С последними принято решение бороться на законодательном уровне. В Госдуме уже лежит проект о признании феминизма экстремистской идеологией. Вот что по этому поводу пишет один из ватных военкоров. Они скоро в России будут вместо прокуроров и судей. Современный феминизм давно работает на разрушение традиционных ценностей, активно продвигая обструкцию женщин, которые любят свою семью, мужа, детей. Во всех цветных революциях 20-21 столетия феминистки выступали в качестве одного из ударных отрядов бунтующего пушечного мяса. На Украине мы все это увидели своими глазами. Лаптиканда forever. Борцы с нацизмом, рассказывая про традиционные ценности женщины, семья, муж, дети, практически полностью повторяют слова Адика, который в свое время заявил, что мир немецкой женщины – это ее муж, ее семья, ее дети и ее дом. Я цитирую, я не утрирую, он так и сказал. Адик, разумеется, сам тоже ничего не придумал, а повторил знаменитую немецкую средневековую формулу 3К – дети, кухня, церковь. Напомню, что феминизм – это вообще-то борьба женщин за равные права с мужчинами. И если одичалые увидели в Украине свободных женщин со своим мнением, своим характером, без паранжи и ни на цепи, то да, признаю, все эти ужасы творятся в Украине повсеместно. Скажу больше, в Украине государственный строй – это матриархат с элементами демократии, где право мужчин на труд защищено Конституцией. Но я уверен, что после кейса феминистки Треповой, которая наградила татарского статуэткой, в Лаптиканде в противовес будет учрежден почетный Зет-крест российской матери, которая родила от 3 до 4 участников СВО. Почему я уверен, что так будет? Ну просто потому, что такая награда существовала в нацистской Германии. А косплей – это визитка Лаптиканды. На этом все. Вы смотрели проект «Украина в огне». Помните, что империя будет уничтожена. Слава Украине! Продолжение следует...